Продолжение следует... ...и обнаружением у него дома некоего пакета с коксом. Сделано все топорно и нагло, словно это и входило в сценарий, за которым нет никакого покушения на свободу журналистики, а вполне понятная борьба за власть. Это когда одна группа мочит другую, представитель которой является главным кандидатом в преемники Путина. Или как минимум на должность премьера, что тоже предполагает роль преемника. Из того, что известно на сегодня, можно предположить, что московские полицейские оказались винтиками в чьей-то игре. Судите сами. Тупо предъявили фальшивые фотографии нарколаборатории. Тупо назвали Голунова наркоманом без медицинского освидетельствования. Но главное, тупо обвинили его в покушении на сбыт наркотиков. Это либо верх наивности, либо случай использования полицейских в темную. Ну, все в порядке. Тот, кто нам мешает, тот нам поможет. Почему он несколько раз назвал их действия тупыми? Приведем цитату авторитетного специалиста в сфере борьбы с наркотиками Евгения Ройзмана, бывшего руководителя Екатеринбургского фонда «Город без наркотиков». Я цитирую. Чтобы доказать покушение на сбыт, необходимо множество правильно оформленных оперативно-розыскных мероприятий, которые подписывает начальник отдела или начальник полиции. Мало того, эти документы должны быть опубликованы в деле, озвучены в суде, то есть рассекречены. Оформить такое задним числом очень сложно. Это прямая фальсификация, и на это ни один вышестоящий начальник не пойдет. Но даже если рискнет, то, как всегда, в панике и в торопях будет куча шероховатостей и нестыковок, которые можно будет проверить. Нет, на это я пакет не могу. Товарищ штат. Нет, мне надо посоветоваться с шефом, с начальством, с Михаилом Ивановичем. С Михаилом Ивановичем. Продолжаю цитирование Ройзмана. Это самое главное. Запомните. Сбыт наркотиков – это любое отчуждение. Продал, подарил, отдал за долг, угостил. Нет разницы, это сбыт. Подкинул – железный сбыт. И в случае подброса наркотиков сотрудниками полиции – это не приготовление, не покушение, а прямой сбыт. В данном случае в крупном размере группа лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения. Это статья 228 Уголовного кодекса. Срок от 10 до 20 лет лишения свободы. И дело по наркотикам похоронить невозможно, потому что наличие наркотиков – уже материальный состав преступления. И раскрывать его придется. И за этим сейчас наблюдает вся страна. Но все это детали, хорошо известные из открытых источников, поскольку такого информационного наката на систему власти не было давно, со времен белоленточников. Пик скандала пришелся на дни работы Петербургского международного экономического форума. Там как прорвало, все многочисленные российские чиновники, бизнесмены, банкиры и прочие были атакованы журналистами так называемых деловых изданий с одной просьбой прокомментировать дело Голунова. В результате питерский форум был явно скомкан, поскольку даже Путина хоть и спрашивали о кубометрах газа, тоннах нефти и километрах нефтепроводов, но больше интересовались другим. Конкретно судьбой американского бизнесмена Калви, помещенного под домашний арест пару месяцев назад по обвинению в мошенничестве, и журналиста Голунова. Вот и получается, что главным злом современной России на минувшей неделе были объявлены силовики. Именно таким стал общий фон СМИ, прежде всего в электронных. И с чем тут спорить? Они крышуют бизнес и часто подбрасывают несговорчивым фигурантам наркоту. И случайно четверть всех осужденных в российских колониях сидят по этой статье. Хранение и сбыт наркотиков. Вот и несчастный Голунов попался под раздачу, хотя и наркоманом он, как видно, не является. Да и наркотики в его квартире нашли после того, как в ней побывали полицейские, беспонятых и самого Голунова. Реально случился эффект создания критической массы, после того, как в эти же дни закончился суд над полковником Захарченко, хранившим в квартире сестры 8 миллиардов ворованных рублей. А на очередь другие полковники, им шьют дело о хранении 12 миллиардов тоже где-то на квартирах. Дошло до того, что известный актер Константин Хабенский, открывая фестиваль «Кинотавр», заявил во вступительном слове, что сегодня неудобный журналист. Оказывается, что это может быть и самым уязвимым местом этого фестиваля. Так вот, видите, получается, что сегодня пытаются закрыть одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если это получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль тоже может стать неудобным. И надо всем бы нам, всем вместе сплотиться перед лицом жуликов. То же самое продемонстрировал и телеведущий Дебров на телеканале «Звезда». Правда, в эфир эта запись не пошла. Едеминский, кто спасет мою великую родину от этих полковников, черканевых, 12 миллиардов долларов. А что же вы идете на поводу этих стволочей, которые сами, что скоро будут транспортироваться, и делают все от нас одним зависящим, чтобы нас использовали? Апофеозом ареста Ивана Голунова стал демарш деловых изданий «Коммерсанта», «Ведомостей» и «РБК». Они вышли в понедельник с одинаковой первой полосой. Я, дробь мы, Иван Голунов. Похоже, и сам Голунов не ожидал такой реакции, хотя является, несомненно, честным и отважным журналистом. Но вот что говорят люди, близкие к политтехнологам. Это те, которые занимаются проведением предвыборных кампаний и разрабатывают планы их проведения задолго до самих выборов. Для начала давайте вспомним, какие выбора грядут и какие ставки делаются сегодня с горизонтом в 5-12 лет. Понятно, это выборы президента России в 2024 году. Если отбросить рассуждение о том, что Путин власть не отдаст и захочет править вечно, то, получается, разгорается борьба за роль преемника. Он будет править страной с 2024 по 2036 годы. Два шестилетних срока. Влезем еще глубже в шкуру политологов. Какая самая реальная позиция, с которой проще всего стать президентом? Как и во многих странах с похожей политической системой, это постпремьера. Напомним, что и Путин дважды становился президентом именно с должности премьера. Но должность премьера одна, а желающих много. Среди них такие известные группировки, которые условно можно назвать клан Ротенбергов, клан Ковальчуков, клан наследников Ельцина, клан Сырьевиков. Все российское правительство представители этих и других кланов. А политика Путина, это сохранить баланс между пауками в банке, чтобы не грызли друг друга сверх меры. Поэтому он и не выгоняет оттуда никого. Они прикомандированные, включая множество заместителей министров и вице-премьеров. Но главный после Путина формирование этой пирамиды как раз премьер. А сейчас посмотрим, кто был атакован через соцсети и электронные СМИ в последний год-два больше других. Именно силовики. При этом во многих случаях были атакованы через СМИ совершенно справедливо и правильно. Тенденцию превращения рыцарей, плащая кинжала, в негациантов, заметил и начал трубить во все колокола еще генерал полиции Виктор Черкесов, председатель госнаркоконтроля с 2003 по 2008 год. 9 октября 2007 года он опубликовал в газете «Коммерсант» статью под названием «Нельзя допустить, чтобы войны превратились в торговцев». Поэтому все хорошо помнят эту статью. В ней призывал чекистов отказаться от личного обогащения и взять на себя ответственность за страну. Если бы Черкесова тогда послушали, то у полковника Захарченко не нашли бы сегодня 8 миллиардов рублей, а у других полковников 12. А сколько бабла сегодня у майоров, капитанов, у генералов? Вот пойдут у силовиков и напасти, как говорят, и началась горячая фаза борьбы за место премьера. Если назвать одних фигурантов этой войны либералами, то других назовем силовиками. Для либералов самым удобным является Медведев в качестве наследника Путина. И они пошли первыми в атаку. Конкурентов у них хватает. Это и спикер Госдумы Володин, который, как говорят, тоже хотел бы быть наследником. И успешные губернаторы и мэры. В первую очередь мэр Москвы Собянин. Он близок Путину, знает реальную жизнь не только Москвы и Питера, но и Сибири. Человек во всех отношениях авторитетный. К чему это? А к тому, что расследования Голунова касались как раз коррупции в Москве. Это и работа кладбищ, и квартиры московских чиновников, и злоупотребление в здравоохранении. Эти расследования народ почти не читал. Мало ли о ком сегодня пишут в интернете, да еще на каких-то латвийских сайтах. После ареста Голунова о нем и его расследованиях узнали все. И начался отстрел одного из возможных конкурентов Медведева на дальних подступах. Так что Сергею Собянину надо быть готовым к тому, что это только начало. По крайней мере, пока Путин не внесет какую-либо ясность в судьбу Медведева. Возможно, такая гипотеза покажется кому-то надуманной. Но вот что позволяет считать ее вполне реальной. Обратите внимание, что дела намного страшнее тех, о которых писал Голунов, не вызывают ни в деловой прессе, ни в какой иной вообще никакой реакции. Только что Банк ВЭП знатного либерала Игоря Шувалова, работавшего много лет заместителем Медведева, фактически убил предприятие Евродон. Страна осталась без сверхкачественного мяса индейки. Мертвыми стоят 310 птичников, каждый по полтора футбольных поля. Убито родительское стадо и без работы осталось 27 тысяч человек. Почему деловая пресса и вообще вся остальная не видят этого в упор? Не видят квартир госчиновника Шувалова в Лондоне, Москве, его огромных участков земли и частных самолетов. Идем дальше. В Роскосмос назначают Рогозина. Разве это не трагедия? И стоит меньше нескольких чиновничьих квартир, когда в результате его многолетней в кавычках работы уничтожается ведущий в мире московский центр ракетостроения имени Хруничева. И земля переходит под застройку торговыми центрами. Параллельно бывший и успешный руководитель Хруничева Владимир Нестеров оказывается под уголовной статьей, поскольку много сопротивлялся этому. Точно так же, как и успешный руководитель РКК «Энергия» имени Королева Виталий Лопота, который вывел ракетное предприятие из долговой ямы. Ну и он был арестован, поскольку приклотил воровскую деятельность известных всем лиц. И по их поводу полное молчание. Дальше больше. Кто ответит за суперджет? Гибнут люди. Только что в Шереметьево сгорело 40 человек. А теневой исполнитель этого проекта, министр Мантуров, только нахваливает этот несчастный самолетик. При том, что в суперджете растворились не десяток московских квартир, московских чиновников, а почти полтриллиона рублей. Увы, но деловая пресса, принадлежащая в том числе и большим друзьям семьи Медведева, об этом не напишет никогда. Мантуров и Шуалов – все они люди, нужные для путинского балансу. Таких примеров не с числа. В каждом регионе. Она морочит голову частными случаями, не затрагивая основ российского мироздания. Ее клановое устройство с русским вариантом игры престолов. Вот так и живем, как в анекдоте про партизан и оккупантов. Сегодня мы выгнали немцев из старушки лесника. Завтра немцы выгнали нас из старушки лесника. Послезавтра мы снова выгнали немцев из старушки лесника. Ну как вы не думаете, а когда же лесник-то придет? Субтитры создавал DimaTorzok